Когда завершится строительство перинатального центра? Этот вопрос волнует многих. Ход работ регулируется буквально в ручном режиме. Зампред правительства региона Герман Елянишкин вновь приехал на объект, чтобы проверить, насколько продвигается строительство и выполнены ли указания, данные им в ходе прошлого визита. Центр готов более чем на 80%. Ведутся отделочные работы благоустройства прилегающей территории. Активная фаза возобновилась, как мы договаривались, неделю назад. Здесь произошел некоторый сбой в связи с оргштатными изменениями в группах компаний «Пик» и «Мортон». В связи с объединением. Сейчас финансирование восстановлено в полном объеме. Сегодня на объекте работают 615 человек. По словам Германа Елянишкина, строительные работы планируется закончить в декабре. Потом начнется период пусконаладки. Все перинатальные центры, возведения которых ведется в Московской области, имеют свою узкую направленность. Наш Щелковский будет иметь эндокринологический профиль. Он будет полностью укомплектован самым современным оборудованием. Это будет один из лучших или самый лучший перинатальный центр не только, я думаю, в Российской Федерации, но и самый современный в Европе. В финальной стадии строительства находится и дом «Пик», строящий следораселение ветхого и аварийного жилья. В новенькие квартиры из бывшей казармы переедут более 300 семей. Единодушное мнение, что качество работы очень высокое, темп очень хороший. И новогодние праздники уже новоселы смогут здесь встретить в уюте, в тепле, в комфорте, абсолютно со всеми современными удобствами. А вот строительство школы в микрорайоне «Солнечный» пока только ждут. Много лет дело не двигалось с мертвой точки, а школе напоминал лишь вырытый котлован. И вот, благодаря губернатору региона, работа должна начаться в ближайшее время. Завершается привязка проекта будущего образовательного учреждения к земельному участку. Школа будет на 1100 мест. Здесь будет полностью разделение на младшую школу и на старшую школу. То есть дети будут к ней пересекаться. По центру будут все расположены общешкольные помещения, большой актовый зал, крупная столовая, два спортивных зала для старших и для младших. Сейчас готовятся конкретные процедуры на строительство. И сейчас, и за будущий год, школа должна быть полностью построена. Можно сказать, что долги сейчас отдаем по социальным объектам, потому что достаточно большой накопился пласт, имеется до по социальным объектам. И практически в режиме онлайн мы ведем контроль за их строительством. В завершении руководитель районной администрации встретился с жителями одного из подъездов дома номер 6 на улице Комарова. В подвале произошел прорыв канализации. Сотрудники управляющей компании обнаружили, что жильцы неоднократно спускали в канализацию различную ветошь. Мы в подвале были, видели, как жители набросали туда и старых кроссовок. Принято решение провести работы по замене стойка, лежака канализационного и после этого провести глубокую санитарную обработку подвала. Дарья Заснегов, Игорь Поляков, телерадиокомпания «Щелково».